Пост является одним из пяти столпов ислама, и хотя можно поститься в любое время года, обязательный пост приходится на месяц Рамадан. Это девятый месяц по лунному календарю. На арабском пост «Саум», что означает «воздерживаться, отказываться». Начало месяца Рамадан. Месяц Рамадан начинается, когда люди видят новолуние, сразу после того, как заканчивается предыдущий месяц Шаабан. Как только новолуние подтверждено, пост становится обязательным для всех совершеннолетних мусульман. Рамадан может длиться в течение 29 или 30 дней, и за это время мусульмане постятся в дневное время суток. Пост длится от рассвета – фаджр, до захода солнца – магреб. Как поститься? До рассвета каждого дня человек с сердцем делает намерение держать пост. Рекомендуется поесть до рассвета. Эта еда называется сухур. Однако необходимо прекратить пить и есть до наступления рассвета. Также желательно пить как можно больше воды, чтобы избежать обезвоживания в течение дня. Как только наступает рассвет, человек должен воздержаться от всего, что может нарушить пост. Действия, нарушающие пост – намеренное употребление пищи, воды, рвота, намеренная эокуляция. Женщины, переживающие критические дни или послеродовое очищение имеют право не поститься в эти дни. Все остальное дозволяется. Заходом солнца мусульманин открывает пост. Эта еда называется ифтар. Рекомендуется открывать пост финиками, а если их нет, то водой. В это время следует произнести дуа. Духовный вид поста. Так же, как человек воздерживается от всего, что физически нарушает пост, ему следует работать над духовной составляющей поста. Это означает, что он воздерживается от всех грехов, таких как обман, предательство, причинение вреда другим людям. Он удерживает свой язык и конечности от совершения зла. В течение дня рекомендуется совершать как можно больше поклонений, читать Коран, совершать дуа, раздавать милостыню и совершать другие благие дела. Рамадан – это также благоприятное время для самодисциплины. К примеру, тот, кто курит, может бросить курить. Те, кто не держат пост. Люди, принимающие лекарства, должны посоветоваться с врачом. Если они не в состоянии поститься, им разрешается не держать пост. Среди тех, кому разрешено не поститься, женщины, имеющие критические дни и послеродовое очищение, беременные и кормящие женщины, больные люди, физически слабые люди, пожилые люди и путешественники. Во всех перечисленных случаях все пропущенные дни поста возмещаются после Рамадана и тогда, когда исключения отпадают. Однако в случае, когда человек вообще не может соблюдать пост, к примеру, если это пожилые люди, то вместо этого они должны накормить бедного человека за каждый пропущенный день. Другие дела, завершаемые в месяц Рамадан. В месяц Рамадан также совершается желательная молитва, известная как Тарави. Ее совершают после ночного намаза. Последние нечетные дни Рамадана – 21, 23, 25, 27 и 29 – это те дни, в один из которых наступает Лайлят-Уль-Кадр. Поклонение в эту ночь лучше поклонения тысячи месяцев. За день или два дня до окончания месяца Рамадан необходимо выплатить обязательную милостыню за Кат-Уль-Фитр, которая раздается бедным и нуждающимся. Эта милостыня может быть в виде определенного количества еды или можно пожертвовать деньги в благотворительный фонд, который затем распределит еду среди нуждающихся. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok